Еще недавно Богдан сидел за другой партой в другой стране. Сегодня в Тираспольской гимназии. Уверенно пишет в новенькой тетрадке. Это его первый урок математики в Приднестровье. Первый день сегодня в гимназии. Нравится, уроки интересные. Все понятно? Все понятно мне. Никак не отстаю. Нельзя сидеть дома просто так прохлаждаться. Надо учиться, потому что если долго не учиться, то забываешь материал. Учебники уже получил. Все есть. Обсуждаем. Будем поздравлять девочек. Подключишься? Конечно, подключусь. Помогают Богдану учителя и дети. Освоиться и познакомиться. Вчера я уже подсоединила его в группы класса и уведомила его, с кем он будет сидеть. Ребят сегодня предупредила с утра о том, что мы должны помогать. Я попросила, чтобы помогали и с учебой, и где-то подсказывали. Примем как своего. Ну, у нас не первый, он уже новенький. Уже приходили новенькие, отлично ладим. Будем помогать, как можем. Будем подсказывать как-то на уроках, объяснять будем. Богдан здесь пока единственный ученик из Украины. Уже завтра пополнение ждут и в четвертом классе гимназии. В четвертом классе, в скобочках напишите, к учителю Колесниковой Оксане Павловне. На самом деле, очень просто. Это прекрасная возможность для тех людей, которые оказались в данной ситуации. Ну, в данных условиях, слава Богу, что есть, куда вернуться, да, и где нас могут принять и оказать все необходимое, что нужно. Поэтому очень благодарны. Потому что на сегодняшний день это очень важно. Нам объединяться, помогать друг другу, оставаться людьми. В Приднестровские школы уже пошли 48 украинских детей. Больше всего в Террасполе и Бендерах. В детский сад тоже примут без проблем. Уже зачислили 16 малышей. У нас украинский язык один из официальных языков. Поэтому, конечно, они имеют полное право, детки, учиться в украинских наших гимназиях, лицеях. А при необходимости и желании детей и родителей мы принимаем в русские школы на сегодняшний день. На 12 часов дня в школах с русским языком обучения обучаются 29 учащихся. С украинским языком обучения 19 обучающихся. В основном дети Одесса, Одесская область. И по наполняемости никакой угрозы, что не хватит мест, пока у нас нет и в детские сады, и в школы. Мы принимаем, мы работаем с детьми, проводим обследование медицинское. Все создано для того, чтобы дети-беженцы чувствовали себя уютно, успокоить их, обогреть. Для тех, кому нужно устроить ребенка в школу или детсад, подготовили специальную памятку с номерами телефонов. Решают и вопрос с бесплатным питанием в школах.